Добрый день! Сегодня мы проводим видеомоз Москва-Сухумцхенвал, Международного информационного агентства «Спутник» на тему роль России в становлении Абхазии и Южной Осетии, партнерства и интеграция. В канун Дня России мы сегодня обсудим значение признания Российской Федерации в 2008 году независимости Абхазии и Южной Осетии, содействие социально-экономическому развитию этих стран, а также роль России как гаранта военной безопасности республик. Представлю наших гостей. На российской площадке первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям соотечественниками Виктор Петрович Водоладский. Виктор Петрович, здравствуйте! Спасибо, что, несмотря на командировку, смогли к нам присоединиться. В пресс-центрах «Спутник» в Схинвале и Сухуме у нас тоже гости. Коллеги, представьте, пожалуйста, ваших гостей. Сухум, пожалуйста. Добрый день! Всех приветствую! Меня зовут Дмитрий Несторой. Я буду модерировать Сухума эту встречу. Сегодня у нас в гостях Алексей Аркадьевич Двинянин, чрезвычайный полномочный посол Республики Абхазия. Прошу любить и жаловать. Добрый день, дорогие коллеги! Рад вас всех приветствовать! Всем доброе утро! В гостях в пресс-центре «Спутник Южная Осетия» чрезвычайный полномочный посол РФ в Республике Южная Осетия Марат Минюрич Кулахметов. Мы рады вас всех видеть. Добрый день, друзья! Спасибо! Первые вопросы у нас будут для Виктора Петровича. Начнем с Абхазии. Здравствуйте! Очень приятно, что нам дали первое слово, точнее, право задать вопрос. Нас у всех здесь интересует, у нас здесь и присутствуют журналисты, всех интересует, как вы оцениваете тот путь, который прошли Республики в партнерстве с Россией, какие достижения, какие, может быть, перспективы или какие-то неотваченные еще направления могут быть. Учитывая, что Российская Федерация, парламент, Государственная Дума максимально за этот период времени приняли ряд федеральных законов, ратифицировали огромное количество соглашений, связанных с совместной работой по социально-экономическому развитию Абхазии. Здесь огромный перечень направлений, которые позволили в то тяжелое время, а я там был как раз в этот период времени и знаю, что происходило на этой земле, когда попытка грузинской стороны сделать то, что сегодня, к большому сожалению, происходит на Украине, на юго-востоке Украины. В принципе, режиссеры одни, сценарий один – максимально решить вопрос по уничтожению граждан, проживающих на территории Абхазии и Южной Осетии. И поэтому Абхазия сегодня решает многие вопросы, которые необходимы для совместного партнерских соглашений. И развитие инфраструктуры, особенно туристической, сегодня является перспективной для Российской Федерации, для жителей Российской Федерации. И здесь нам необходимо принимать максимальное количество решений, в том числе на уровне МВК. Здесь необходима помощь и нашего Министерства иностранных дел по пересечению границы. Если на сегодняшний день та инфраструктура, которая сегодня, благодаря том числе Российской Федерации, поддерживается на должном уровне, то сами внутренние проблемы, внутренние решения, которые необходимо было за этот период времени принять, они пока остаются невыполнимыми. Мы неоднократно на площадке Государственной Думы проводим встречи с нашими коллегами, депутатами парламента Абхазии. Конструктивный диалог, есть пути решения. И здесь, конечно, нам необходимо делать все то, чтобы в первую очередь за этот год провести ревизию всех тех соглашений, которые уже приняты, которые работают, и понять механизм дальнейшего использования. Или необходимо улучшить, или выработать новые соглашения, которые позволят нам, гражданам и Абхазии, и России решать вопросы по пересечению границы в упрощенном порядке, по созданию на территории Абхазии таких мощных агропредприятий, потому что Абхазия это благодатная территория, природный климат, и мы с вами видим те проблемы, которые, ну даже взять те же мандарины на обходный период, когда жители Абхазии не могут поставить на рынки Российской Федерации, даже того же Краснодарского края, огромное количество своей продукции. Здесь есть вопросы. Сегодня мы снимаем вопросы, как раз в этом году, это я докладывал своим коллегам из парламента Абхазии, о том, что мы увеличим квоты для поступления молодых людей из Абхазии в высшее учебное заведение Российской Федерации. Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал предложение нашего комитета о увеличении квот на более чем три раза и большую часть этих квот направить на территорию СНГ, на тот постсоветское пространство, для того, чтобы молодежь более активно участвовала в процессе создания дальнейших интеграционных процессов на территории своих стран. И, естественно, мы обсуждали с коллегами о тех направлениях, о тех вузах, в том числе региональных, которые готовы сегодня взять на обучение жителей Абхазии. Это и Ростовская область моя родная, университеты Южно-Федеральные, Донской государственной университет, это Кубанский аграрный университет. То есть у нас есть механизм именно в этом году, как максимально оказать помощь молодым людям. Но я считаю, что нам необходимо вместе с послом, начиная с сентября месяца, провести ряд встреч на территории Абхазии, России, для того, чтобы в первую очередь в сфере часы найти пути решения вот их тех проблем, которые сегодня, может быть, искусственно даже где-то созданы, для того, чтобы люди себя комфортно чувствовали, проживая и на территории Абхазии, и на территории Российской Федерации. Спасибо вам большое. Алексей Аркадьевич, вот как изнутри выглядит такое взаимодействие России и Абхазии, и Виктор Петрович уже дал некие штрихи тем перспективам, которые могут получить развитие в ближайшее время, в том числе и при вашем участии. Вот хотелось бы увидеть, как ситуация выглядит благодаря посла в республике Абхазия. Благодарю вас. Ну, во-первых, дорогие коллеги, дорогие друзья, хочу поздравить вас с наступающим Днем России, нашим общенациональным праздником. Виктор Петрович, отдельный привет вам, наш дружелюбный братский Минск, из не менее дружелюбного, гостеприимного и братского Сукума, и отдельный привет моему коллеге и доброму другу Марату Миниручу Кулакметову, и его коллегам в посольстве Российской Федерации в Республике Южная Осетия. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я постараюсь быть максимально конкретным и кратким. Хочу начать с того, что у нас в ноябре прошлого года подписана программа формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательств наших стран. Это всеобъемлющая программа, затрагивающая все без исключения сферы жизнедеятельности народов и государств, и она является логичным продолжением договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Россией и Абхазией 2014 года. Этот документ создал правовые рамки для развития интеграции наших стран практически во всех сферах, как я уже упомянул, сотрудничества, а подписанная программа является их практическим воплощением. Последовательная реализация этого документа позволит сблизить нормы и стандарты, существующие сегодня в Абхазии, с параметрами Евразийского экономического союза. Таким образом, торгово-экономическое взаимодействие Абхазии не только с Россией, но и сегодня с четырьмя остальными членами ЕАЭС получит новый индус. Хочу подчеркнуть, что это очень важный элемент в современных условиях частичного признания Республики Абхазия со стороны международного сообщества. Полагаю, что именно развитие отношений с Евразийским экономическим союзом является одним из перспективных направлений для укрепления позиций Республики Абхазия на международной линии в целом. Согласен абсолютно с Виктором Петровичем с вами в том, что облегчение дальнейшего режима пересечения границы между Российской Федерацией и Республикой Абхазией это действительно один из ключевых элементов и дальнейшего расширения наших связей с Республикой Абхазия. Хочу сказать, что российское руководство, абхазское руководство и посольство наших двух стран, соответственно, в Сухуми и Москве уделяют данной теме важное значение. Мы тесно взаимодействуем с пограничной службой, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, и Федеральной таможенной службой Российской Федерации и соответствующими ведомствами с абхазской стороны в этом вопросе. Ну, не секрет, что сегодня в условиях пандемии, к сожалению, продолжающейся, туристические возможности россиян довольно ограничены. Как я сегодня утром слышал, что еще 8 стран добавилось к прямому авиасообщению, но тем не менее. Тем не менее, Федеральный округ Российской Федерации, Крым и Республика Абхазия, на мой взгляд, являются сегодня одними из наиболее значимых туристических направлений, не представляющими никаких проблем ни, слава богу, в эпидемиологическом плане, ни в сфере пересечения границ. Если я не ошибаюсь, на международном автомобильном пункте пропуска Абхазии, сегодня в постоянном режиме работают 12 полос. Это значительное количество. Есть планы по их дальнейшему расширению, но даже сегодня в условиях массового наплыва туристов из России в Абхазию это вполне-то, сказать, достаточно. Естественно, будут недовольны, но наша жизнь показывает даже без этого. Повторюсь, что и посольства, и соответствующие абхазские и российские службы на границе делают все возможное для облегчения и сокращения времени на ее пересечении. Я очень признателен, Виктор Петрович, вам в предложении в дальнейшем развивать сотрудничество по линии парламентария двух стран между Федеральным собранием Российской Федерации и Народным собранием Парламентом Республики Абхазия. Посольство, естественно, и было готово, готово и будет готово всемирно содействовать вам в этом направлении. У нас большие планы, повторюсь, по развитию отношений с Республикой Абхазия. Спасибо. Спасибо, Алексей Аркадьевич, за такой раздраженный вопрос. Спасибо большое. Если есть какие-то вопросы к Алексею Аркадьевичу, то мы готовы ответить на них. Сухум, спасибо. Давайте сначала дадим слово Цхинвалу, чтобы они задали свои вопросы Виктору Петровичу, а потом уже перейдем к вопросам для стран. Цхинвал, пожалуйста. Спасибо большое, коллеги. Вопрос, наверное, все же тоже будет Виктору Петровичу. Россия остается гарантом военной, прежде всего, безопасности двух стран и Южной Осетии, и Абхазии. Однако, надо признать, что реваншистские настроения в Тбилиси живы, и так или иначе они раз за разом транслируются. Они звучат в повестке. В этой связи, все же у населения есть некие настроения беспокойства по поводу того, насколько мирным будет будущее этих двух стран. Виктор Петрович, что бы могли сказать по этому поводу? Когда мне говорят о Южной Осетии, о Цхинвале, то я понимаю, что у меня там около 300 родных людей, потому что 8 августа 2008 года, в эту тяжелую ночь, мне пришлось эвакуировать с Хинвала на территорию своей родной области, Ростовской, около 300 маленьких детей и беременных женщин. И я понимаю, что я несу теперь ответственность за тех, родившиеся, в том числе на Донской земле, маленьких граждан Южной Осетии. Поэтому каждый раз, когда я приезжаю по возможности в Южную Осетию в августе месяце, конечно, мы вспоминаем жертв этой трагедии. Потому что, еще раз говорю, это все происходило на моих глазах, когда убивали мирное население. Когда такие фашистующие молодчики из грузинской армии уничтожали стариков, детей, расстреливали. И, конечно, память о этой трагедии, об этих жертвах, в том числе и о российских офицерах, солдатах, которые погибли там, защищая мирных граждан. Конечно, мы никогда больше не допустим о том, чтобы на территорию Южной Осетии хотя бы залетел там снаряд или маленькая пуля. Потому что большая цена была заплачена за это в 2008 году. И поэтому на сегодняшний день Меркульские силы России, которые присутствуют, та работа, которая сегодня проводится и в рамках межгосударственных соглашений, и ту работу, которую очень активно многие годы проводит наш посол, который как раз тоже является участником тех событий. И я благодарен то, что делает сегодня наше посольство для стабилизации, для спокойствия жителей Южной Осетии. Мы с Анатолием Шамбебиловым постоянно встречаемся на различных международных площадках, на различных мероприятиях, которые проходят и на территории Крыма, и на территории Донбасса, помогая в гуманитарных миссиях совместных в ЛНР, ДНР. И, конечно, то, что происходит сегодня на территории Донбасса, где гибнут мирные граждане, и делегация Южной Осетии, бывая там, видят, что происходит, когда начинаются какие-то разводки, шатания, когда люди не верят в мирное светлое будущее. Поэтому наша задача сегодня совместно и с руководством Южной Осетии, и своими коллегами парламентарями максимально решать вопросы, те, которые я озвучил, в том числе сейчас, по Абхазии. Та программа, о которой говорил Алексей Аркадьевич, она как раз затрагивает в том числе и другой субъект международного права, это Южную Осетию. У нас есть перспективы для дальнейшего развития этого региона. Один из них могу сейчас озвучить. Мы принимаем решение. Сейчас Сергей Иванович Миняйло, руководителям Северной Осетии, решаем вопрос, или это будет совместный кадетский корпус в Владикавказе для маленьких осетин из Южной Осетии, Северной Осетии. Или в Схенвале мы построим именно для жителей Южной Осетии, для молодых людей, кадетский корпус для того, чтобы сама республика готовила себе будущих защитников своего отечества. Но могу сегодня успокоить всех граждан Южной Осетии. То, что было в 2008 году, больше никогда не повторится. Спасибо большое. Если позволите, я бы адресовал еще вопрос чрезвычайному помощному послу в Южной Осетии. Марат Минюрич, уровень взаимодействия в социально-экономической сфере России и Южной Осетии достаточен ли он, насколько успешен и каковой перспективы. Добрый день, коллеги. Еще раз хочу поздравить всех с наступающим праздником, Днем России. Наше сотрудничество живется на таком большом багаже правовой базы, в первую очередь, документов, которые подписаны между Южной Осетией и Россией. Это более 100 документов, которые охватывают все сферы нашей деятельности. В основе которой лежит, конечно, институционная программа социально-экономического развития и Республики. В настоящий момент сейчас действует уже третья программа, 2020-2022 год, объемом почти 4 миллиарда рублей. Я могу сказать только в планах этого года 26 мероприятий и проектов различных, которые охватывают все направления жизни. И можно просто пройти по улицам Южного Цхинвала, проехать по районам Республики и понять, какой объем работы проделан. Безусловно, мы на этом остановиться не собираемся. У нас большие очень планы и сейчас верстается новый план на 2023-2025 год, который уже нацелен на экономическое развитие. Потому что все-таки мы считаем, что социальная сфера уже по большому счету охвачена. Она и основная цель этой программы будет именно на развитие экономики Южной Осетии. Потому что необходимо как можно больше создавать рабочие места. Я думаю, что это нам оплечу. И тот путь, который мы прошли в предыдущие годы, в предыдущие годы, показал, что мы выбрали правильный вектор и Южная Осетия развивается. Это можно увидеть реально растет непосредственно и бюджет, растет экономика республики. Наш товарооборот за прошлый год составил 4 миллиарда рублей. Я скажу, и в планах его увлечения. Я надеюсь, что руководство республики занимает точно такую же позицию и нацелено на развитие республики. Нас ждут большие свершения. Я думаю, что мы будем радоваться за население Южной Осетии в поступательном развитии. Спасибо, Схинвал. Виктор Петрович. Можно вопрос нашему послу? Да, давайте. Марат Минюрич, это не вопрос, а просьба. По Абхазии с коллегами мы отработали, мы взяли на контроль и вот та ото по молодым людям поступления в российские вузы там находится под жестким контролем. я бы просил вас, чтобы вы тоже взяли вопрос направления молодежи из Южной Осетии в наши вузы под свой лишний контроль. И если необходимо увеличение этой квоты, то вы сигнализируйте, мы будем вопрос этот решать для того, чтобы максимально обеспечить желание молодых людей из Южной Осетии учиться в вузах Российской Федерации. А в августе, когда я приеду, к вам, мы тогда более детально уже обсудим вопрос в том числе и по строительству кадетского корпуса. Хорошо, Виктор Петрович. Я скажу, эта тема очень сейчас актуальна, тем более сейчас заканчиваются школы-выпускники. Я знаю, буквально вчера мы обсуждали с руководителем Россотрудничества о той выделенной квоте. Она заполнена, в принципе проблем нету. что интересно, что наши вузы, которые принимают по этой квоте выпускников Южной Осетии, говорят о повышении уровня подготовки. Это радует очень. У нас постоянно восполнена квота со стороны всех силовых ведомств. Она всегда восполнена. Я скажу, работа тоже идет. Мы наблюдаем на этом. Помимо этого, Министерство образования Южной Осетии плотно работает высшими учебными взаимодействиями Российской Федерации в субъектах Российской Федерации и там на двухсторонней основе. Это тоже работа на серьезной базе. Я скажу, с каждым годом это направление все больше и больше охватывается. И мы очень благодарны, что принято такое решение о дальнейшем увеличении квоты. Я надеюсь, что может быть мы даже в этом году что-то получим от этого. То, что будет составлен советский план на следующий год, это обязательно. Мы будем с вами очень плотно взаимодействовать и все слабые места особо будем отделять внимание этим слабым местам. Спасибо, Виктор Петрович, за эту работу. Спасибо, коллеги. У нас в Москве остались вопросы для гостей из наших стран Абхазия. Алексей Аркадьевич, вернемся к вопросу программы гармонизации законодательств двух стран на данном этапе в рамках этого документа. Что предпринимается для доступа российских инвестиций в Абхазию и безопасности туристов? Спасибо большое. Очень грамотные своевременные вопросы. Ну, в первую очередь по инвестициям. Это действительно один из краеугольных камней нашей совместной двусторонней с республикой Абхазия программы гармонизации наших законодательств и создания общего экономического социального пространства. К сожалению, и это не секрет для большинства российских инвесторов, современное, точнее, оно не современное, а существующее ныне и принятое определенное количество лет тому назад законодательство в сфере инвестиций, прямо скажу, ограничивает крупные российские инвестиции в инфраструктурные объекты на территории Абхазии. В первую очередь сегодня это актуально с точки зрения модернизации и дальнейшего развития электроэнергетической системы республики. Нынешнее руководство Республики Абхазия, в первую очередь в лице президента Аслана Георгиевича Бжания, всерьез взялось за решение этого вопроса. Сам президент и, значит, премьер-министр, а также министр экономики и вице-премьер Республики Кристина Константиновна Азган на регулярной основе ведут переговоры по решению этих вопросов, добавлю ускоренному решению этих вопросов с российскими коллегами, как из Министерства экономического развития, так и Министерства энергетики и соответствующими крупными компаниями. Я бы, пользуясь случаем и пользуясь мощными возможностями агентства «Скутник», хотел бы призвать депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия не бояться взять на себя ответственность и поддержать руководство, политическое руководство Республики Абхазия в решении этого ключевого для экономического развития, а соответственно для повышения благосостояния всех граждан Республики Абхазия вопросов. Здесь есть как политические и повторяющие проблемы здесь устранены. Есть политическая воля и со стороны Российской Федерации, и со стороны Республики Абхазия решить вопросы о снятии всех ограничений на приток российских инвестиций. Если к этому подключится парламент и примет соответствующее решение, а российские предложения уже давно переданы Абхазской стороне, то, я считаю, будут открыты ворота для спокойного притока не только в энергетическую сферу российских инвестиций, но и в две такие кстати, Виктор Петрович уже упомянул об этом, две такие важнейшие на мой взгляд отрасли Абхазской экономики как туризм и сельское хозяйство. Здесь тоже нужны огромные инвестиции и российская страна готова их предоставить. Пользуясь случаем, упомяну, кстати, что текущий год, несмотря на известные всем санитарные ограничения в связи с пандемией, тем не менее он ознаменался серьезным ростом и наращиванием экспорта сельскохозяйственной продукции. В первую очередь хочу упомянуть прекрасного качества клубнику из Абхазии в Российскую Федерацию. Только в мае, еще до начала лета, было поставлено порядка 30 тонн этой отличной продукции. Теперь, что касается туризма. Я уже в своем первом выступлении остановился на этом вопросе и гостеприимная Абхазия распахнула двери для притока российских туристов в мае, если я не ошибаюсь, несмотря на частично возникшие, но быстро и оперативно снятые российскими ведомствами ограничения на границе гостиницы Абхазии по всей республике, я имею в виду в среднем, были заняты на 50-70%. В начале июня, как мне говорили коллеги из Министерства туризма и из Абхазского союза туризма Республики Абхазия, эта цифра поднялась как минимум до 70-80%. И к началу июля, я уверен, что она легко достигнет 100%. Поэтому здесь можно только приветствовать. Однако, опять же, пользуясь случаем и рассчитывая на сотрудничество с агентством «Скутник» в этом вопросе, хочу упомянуть об одной серьезной проблеме, которая касается, точнее, она не касается Республики Абхазия и ее руководства, которая все делает для гостеприимного размещения и приема российских туристов, а об ответственности самих туристов. К сожалению, у нас уже имели место два случая печальных. Один турист пожилого возраста очевидно без надлежащей подготовки потерялся в горах Республики Абхазия. Несмотря на последующие, на мой взгляд, огромные усилия Министерства подчеркновенных ситуаций в Республике, которая находится в прекрасном контакте с российскими коллегами и всегда помогает российским туристам, с 6 мая о нем ничего не известно. И второй случай произошел совсем недавно с российской туристкой, которая, извините, упала в воду с моста, не имеющего перила. На мой взгляд, это даже смешно объяснять. Если на мосту нет перила, не нужно подходить к его порогам. Поэтому я хочу призвать всех российских туристов отдыхать и по максимуму отдыхать в гостеприимной Абхазии, но не забывать о собственной ответственности, об ответственности за свою безопасность и, а также за, отдельно хочу обратить внимание, за безопасность природы, гостеприимной Абхазии. Храните природу, храните себя и отдых ваш будет прекрасен. Спасибо большое. Алексей Аркадьевич, спасибо вам большое за ответ. Виктор Петрович, есть ли у вас желание что-нибудь добавить по этой теме? Учитывая, что наша встреча последняя, ранее, в мае месяце с коллегами из парламента Абхазии, она как раз в том, что носила разговор о тех вопросах, которые Алексей Аркадьевич затронул, я думаю, что все-таки вот вопрос инвестиций, развития, в первую очередь, туристической индустрии, энергетической безопасности, Алексей Аркадьевич, выступите инициатором для того, чтобы, ну, пусть летний сезон пройдет, давайте не затягивая долгий ящик на территории Абхазии нашего посольства, проведем такую рабочую встречу для того, чтобы как раз унификация законодательства и российского, и Абхазского могла работать на пользу жителей двух наших государств, поэтому давайте проведем такое рабочее совещание с контролем исполнения тех решений, которые нам будут приняты. Договорились, Виктор Петрович, спасибо. Спасибо. Перейдем с Хинвалом. Марат Минюрович, сегодня, когда не все направления заграничного отдыха доступны россиянам из-за пандемии, нет ли в планах Южной Осетии активно привлекать туристов из России и за счет каких мер это можно сделать? Да, это направление очень востребовано для Южной Осетии, я скажу, но в отличие от Абхазии, конечно, у нас пока еще здесь не создана такая серьезная инфраструктура, которая позволит массово привлечь российского туриста. Но, повторяю, это очень перспективное направление для республики и власти республики принимают очень много усилий, чтобы это возродить. Поверьте, великолепный климат, великолепная природа, горы, туризм это то, что необходимо для Южной Осетии. Но, повторяю, это одно из направлений нашей работы. Я думаю, что в течение буквально ближайших лет это направление будет восстановлено и российский турист приедет в Южную Осетию. Пока есть маршруты, но, к сожалению, они не такого объема. Только фанаты горного туризма, горных маршрутов, они знают Южную Осетию, они посещают ее, они участвуют в различных мероприятиях. Но, повторяю, нам надо еще работать на этом направлении. Марат Минюрович, расскажите, пожалуйста, о кинофестивале «Хрустальный источник из русского дома», который стартовал в Схинвале, а также пройдет в Абхазии, в странах СНГ и на Кипре. Ну, столоживая традиции посещения российскими артистами и деятелями культуры Южной Осетии, это очень приятно. Этим занимается Российский русский дом, российское Россотрудничество. И вот вчера буквально это мероприятие началось, оно сегодня продолжается, и неизбалованный зритель республики сопричастен непосредственно к таким прекрасным вещам. Сегодня мы будем участвовать в творческом выступлении Нонны Гришаевой, это очень приятно, ее коллег. И я скажу, что по мере вовлечения в Южной Осетии в культурную жизнь России, по мере большего охвата этих мероприятий, я скажу, что это будет только благоприятно влиять непосредственно на наши контакты. К сожалению, надо сказать, что на этом направлении есть определенные проблемы. Безусловно, они связаны с двумя вещами. С одной стороны, некоторые артисты и творческие коллективы боятся, что какие-то будут санкции те коллективы, которые идут в Европу. Но, повторяю, это не самая главная причина. Это не самая главная причина. У нас достаточно очень плотные дружеские родственные отношения с республикой. Мы обязаны просто налаживать эти контакты. и нынешняя вот эта как раз акция, она способствует этому. Я надеюсь, что в этом году мы выполним весь план этого культурного мемориа, этого культурного направления. Спасибо. Спасибо, Марат Минюрович. Виктор Петрович, есть ли у вас дополнительные комментарии по Южной Осетии, по вопросам, которые мы сейчас обсудили? Южная Осетия это прекрасная страна, это добрые люди, это, как сказал Марат Минюрович, это тот лечебный воздух, который впечатляет и природа каждого пребывающего, и кто бывал в ущельях Южной Осетии, тот навсегда запомнит. Сегодня, когда у нас есть проблема с пандемией, когда люди переболели этой болезнью, то возникает вопрос так называемого лечения легочных заболеваний. И вот как раз один из доходных источников бюджета Южной Осетии может стать такое целенаправленное санторно-курортное лечение лиц, которые переболели ковидом. Для этого там есть все условия, необходимо инвесторы, которые построят там санаторий как раз легочного заболевания, лечение легочных заболеваний. И сегодня некоторые инвесторы пока еще думают, но хотят в Южной Осетии сделать горнолыжный курорт. Там тоже есть места, где можно без больших вложений сделать хороший перспективы международного горнолыжного курорта. Поэтому как раз для и Абхазии, и Южной Осетии один из вопросов решения дополнения бюджета как раз развития туризма, развития санатурно-курортного лечения. И здесь необходимо максимально открывать ворота для инвесторов из Российской Федерации защищать их своими законами для того, чтобы люди могли открыто приходить, вкладывать инвестиции, это рабочие места, это, опять повторяется, доходный источник бюджета. Ну и парламент, Государственная Дума Российской Федерации, межправокомиссии, которые работают в этих направлениях, всегда рады будут помогать тем, кто работает. Спасибо. Виктор Петрович. Коллеги, остались ли у вас еще вопросы или, может быть, есть желание что-то дополнительно сказать по теме нашей встречи сегодняшней с Сухум? У нас, видно, такие развернутые были ответы и подробные достаточно комментарии, что почему-то вопросов у коллег не возникло. Хорошо, спасибо. Схинвал, у вас. Если позволите, я рискну задать один вопрос, который интересует во всяком случае в Южной Осетии многих. Уже Алексей Аркадьевич, кстати, затрагивал эту тему вопроса интеграционного объединения, большей интеграции и приближения к стандартам, правилам ЕАЭС. А нет ли в планах создания какого-то политико-экономического объединения трех стран России, Южной Осетии и Абхазии? Почему задаю этот вопрос? Потому что Абхазскую клубнику, к примеру, мы здесь тоже не видим. А, наверное, если бы подобное какое-то интеграционное объединение вдруг вызрело, наверное, было бы проще. И, кстати говоря, и на море в Абхазию было бы из Южной Осетии, наверное, проще попадать. Скорее всего, все-таки Виктор Петровичу, наверное, больше вопрос адресован. Но мы на сегодняшний день, учитывая, что у нас комитет как раз это комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с отечниками. То есть весь блок, который, в принципе, мы обсуждаем, соотечники есть и там, и там. Евразийская интеграция, те вопросы, которые сегодня мы рассматриваем и принимаем, они позволяют, и это уже принято в рамках наблюдателей и Южная Осетия и Абхазия присутствуют. Создавать отдельный блок, ну, здесь, конечно, можно думать, но если мы говорим о вовлечении Южной Осетии и Абхазии вот этот огромный вопрос, связанный с Евразией, то нет смысла, наверное, создавать какое-то маленькое объединение, потому что существует большое объединение и вот наша задача, чтобы в Евразии и Абхазии и Южной Осетии были не просто в качестве наблюдателей, а в ближайшее обозримом стали полнокровными членами этого Евразии. Здесь как раз и решаются многие вопросы, которые мы только что обсуждали, поэтому нужно идти по этому пути, по пути включения и Абхазии, и Южной Осетии как раз в те международные институты, где у России контрольный пакет. Спасибо большое. Мария, если позволите, у нас с Ухом, простите, есть реплика, у Алексея Аркадьевич хочет уложить эту инициативу. Если позволите. Пожалуйста. Спасибо, Мария. Просто хотел бы два слова буквально добавить о перспективах интеграции не в трехстороннем, а в различных возможных форматах с точки зрения абхазской общественности, потому что вопросы интеграции, они для Абхазии, для народа Абхазии, национального народа, они имеют особое значение. Я просто хочу сказать, что для тех, кто следит за абхазской политической жизнью, не секрет, что вопросы интеграции, в частности, когда готовился и подписывался договор о союзничестве и стратегическом партнерстве 2014 года, было много критики, ну, понятно, в первую очередь, со стороны политической оппозиции. Вот я хочу публично подтвердить, что опасения насчет того, что Абхазия в результате выполнения программы гармонизации, в частности, законодательств наших стран, о которой мы с Виктором Петровичем и с Мардом Минирующим упоминали здесь выше, эти опасения абсолютно беспочвенные. Во-первых, Россия признала независимость Абхазии и последовательно отстаивает ее сегодня на международной арене. Во-вторых, именно с помощью России и в союзе с Россией Абхазия может развиваться как полноправный член международного сообщества, как правовое государство с эффективной экономикой. И в этом плане я полностью поддерживаю слова Виктора Петровича о том, что наблюдатели это первый этап, а полноправное членство это следующий и обязательно неизбежный этап. Два слова буквально о том, что в Абхазское информационное пространство время от времени с подачи разного рода российских общественных деятелей раздаются призывы или вбрасывается тезис о необходимости присоединения Абхазии к России. Обычно подобные заявления делают те, кто считает себя так называемыми патриотами России. Якобы они исходят из необходимости защиты наших граждан и прочих высоких целей. Я хочу сказать со всей ответственностью, что никакой корректировки принципиальной позиции российского руководства о признании 26 августа 2008 года независимости Республики Абхазии не предвидится и это в принципе невозможно. Упомянутые мной заявления отдельных лиц являются их частным мнением, я это в первую очередь повторюсь, говорю, для абхазского общества и не имеют под собой никакой политической подоплеки. Наша интеграция имеет хорошие перспективы. С учетом непростой нынешней внутриполитической обстановки в Абхазии немаловажно, что интеграционные процессы развиваются независимо от персоналей в руководстве республики. И предыдущая власть, и нынешняя под мудрым руководством президента Аслана Георгиевича Джания последовательно реализуют намеченные вместе с российскими партнерами планы по укреплению нашего общего военно-политического, социально-экономического и гуманитарного пространства. На мой взгляд, в социальной сфере эта цель практически достигнута. Что я имею в виду? Имеющие российское гражданское подавляющее большинство жителей Абхазии на равных с россиянами правах уже пользуются всеми преимуществами медицинской, включая ее бесплатную страховую часть, образовательной и пенсионной систем России. Короче говоря, отрадно, что несмотря на определенные различия во взглядах на внутреннюю жизнь республики, на внешнем периметре все основные политические силы Абхазии твердо ориентируются на своего стратегического союзника Российскую Федерацию. Со своей стороны мы будем только приветствовать и всемирно поддерживать данный курс. Большое спасибо и для Абхазов скажу по вашему мнению такие измышления действительно как-то искренний характер или это повод расточать какие-то международные отношения и убить какое-то кремное отношение этих народов? Мое личное мнение абсолютно в этом уверен, что это сугубо политизированная точка зрения. Эти люди преследуют какие-то корыстные собственные интересы внутри. Здесь, повторюсь, нет никакой политической подоплеки со стороны российского политического руководства, со стороны МИДа или других государственных ведомств. Это, опять же, попытка пропиариться, извините за такое слово, я очень его люблю, в СМИ. Опять же, к сожалению, но я уверен, что таких бросов будет все меньше и меньше. Наше общее будущее между нашими братственными народами они в любом случае победят. Спасибо вам. Если позволите, к Виктору Петровичу есть вопросы от журналистов из нашей сукумской студии. Позвольте. Конечно. Да, задает Надежда Боровикова обознать ТВ, такой же телеканал независимый, да, не государственный европейский. Вопрос заключается в следующем. Сможет ли Абхазия и Южная Цепия стать членами Евразы без признания их независимости другими странами этого экономического союза? Как уже сказал Алексей Аркадьевич, я подтверждаю его слова и свои. То, что сегодня Евразес идет по пути расширения своих возможностей, то, что те страны, которые сегодня входят в Евразес, понимают о том, что политика партнеров из Евросоюза может носить так называемый дискриминационный характер в виде санкций и лишения любого государства каких-то преференций, а наше объединение это объединение партнерства, добрососедских отношений, ну и самое главное развитие экономики, экономики тех государств, которые входят в Евразес. Ни одного не было нарекания по поводу неисполнения тех или иных соглашений. И новый таможенный кодекс, который мы приняли в прошлом году для Евразес, он позволяет сегодня еще больше интегрировать производство, совместное предприятие для выполнения тех задач, которые сегодня возникли на внутренних рынках каждого государства. Я как раз отвечал за этот закон, я проехал все парламенты СНГ докладывают этот закон и могу сказать, что как такового невосприятия нашими коллегами из других стран Южной Сити или Абхазии оно вообще не присутствует. Когда мы участвуем в мероприятиях, где на площадках присутствуют парламентарии из Абхазии или из Южной Осетии, и на этой же площадке присутствуют парламентарии из Армении или из Казахстана и Киргизии, это идет добрососедский диалог. Там нет никаких противодействий, противостояний или отвержения. Просто существуют определенные уставные действия. Сегодня есть наблюдатели. В процессе вопросов, которые сегодня решают руководители наших государств, участников Еврозес, то вопрос этот по крайней мере в ближайшем обладаемом будущем он будет решен, потому что даже небольшой рынок сбыта или рынок инфраструктурный он сегодня необходим любому государству. А учитывая ту тему, которую мы только что с вами обсуждали, вопросы туризма, оздоровления людей, то здесь, я думаю, никто не будет против ни те страны, которые входят в Евразию, ни те страны, которые сегодня являются наблюдателями. У нас единая общая цель, это состояние каждого жителя, входящего, гражданина, входящего в наше сообщество. И Абхазия, и Южная Осетия, для нас это неотделимая части единой задачи. Спасибо вам большое. Мария, если позволите, Схенвал бы тоже хотел присоединиться к обсуждению этой темы, и прежде чем передать слово Марату Минюрычу, я бы хотел тоже маленькую ремарочку, у нас тоже внимательно смотрят и слушают то, что говорят в той же России, и надо сказать, ряд журналистов и достаточно известных политологов нет-нет, вбрасывают идеи о возможном в будущем отзыве признания Южной Осетии, ну и простите, прочих благоглупостях. Я уж не знаю, хотел ли об этом говорить, Марат Минюрыч, но, наверное, это тоже надо учитывать, но это данность. Виктор Петрович, я целиком и полностью поддерживаю вашу точку зрения, я не буду говорить пока о вопросе вхождения Южной Осетии в состав России, я скажу, что вопрос Евразес для Южной Осетии крайне перспективен, безусловно. Конечно, потенциал республики, он маловат по сравнению с остальными участниками, но тем не менее Южная Осетия должна встраиваться, и в этом немаловажная роль как раз парламентариев, я прошу соответствующее содействие с вашей стороны, хотя бы, чтобы на первом этапе Южной Осетии было как наблюдатель. Спасибо. Спасибо, коллеги, наши гости, мне кажется, мы подошли к логическому завершению нашей встречи, и больше вопросов не осталось. Тогда завершаем видеомост Международного агентства «Спутник». Благодарю всех за участие, и до новых встреч. Всего доброго. Всего доброго. С праздником. С наступающим праздником. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...